В детстве о своём мотоцикле мечтал каждый. Сегодня время воплощать мечты в жизнь. В наших программах мы покажем вам тест-драйвы мото-новинок, сюжеты о людях, которые выбрали жизнь на двух колёсах, и репортажи о мотосоревнованиях. Привет! Человечество делится на два больших класса. Те, кто любят диван, и те, кто диван не любят. И вот те люди, которые не любят сидеть на диване, изобрели для себя огромное количество всевозможных активных видов отдыха, дайвинг, прыжки с парашютом, горные лыжи, велосипед. И все они достаточно сложны технически и технологически. Сюда же можно отнести и достаточно молодой вид активного отдыха, как горное езду на снегоходах. И, как говорил Незнайка, каждому делу учиться надо. Если вы купили акваланг, или сноуборд, или велосипед, или даже коньки, вам всё равно нужно пойти и у кого-то научиться. Можно наломать шишек самому, но гораздо эффективнее сделать это с человеком, который сможет объяснить азы, научить делать правильно и получать от этого удовольствие. Сегодня программа «Два колеса» приехала на плато Лаганаки в Краснодарский край. И мы попадем на день открытых дверей в школу горной езды на снегоходах. Езда в горах на снегоходах – это всегда фрирайд, то есть езда вне каких-то размеченных от цивилизованных трасс. Поэтому каждое утро в любой горнолыжной и снегоходной школе начинается с теоретического брифинга, на котором обсуждаются не столько и не только аспекты техники езды, сколько основы лавиной и вообще снежной безопасности. Сейчас идёт брифинг, и мы зайдём и немножечко послушаем, о чём говорят инструкторы. Интересно было бы провести какой-то тест на снежную массу, чтобы определить для себя степень лавиной опасности. Такой тест существует – это шурф. Очень наглядно нарисовано то, что там, где тонко, там и рвётся. Соответственно, если мы имеем тонкий такой слой, 5 сантиметров, он как раз подрывается, освобождается, и лавина сходит. После брифинга группа отправляется в горы на практические занятия. От базы до наших учебных склонов около 20 километров. И пока мы едем, есть возможность полюбоваться потрясающими видами кавказских гор, остановиться, сделать несколько фотографий. Красота вокруг неописуемая. Кое-где видны проталины, но там, наверху, куда мы держим путь, зима ещё полновластная хозяйка, и снега там действительно много. Прелесть этих гор заключается как раз в том, что даже если у подножия уже лето, наверху зима может продлиться до мая. Ребята, начинаем. Давайте начнём сегодня тренировать разворот. Разворот на склоне. Инструктор расставляет на склоне вешки, обозначая новую учебную трассу. Курсанты учатся проходить её аккуратно, точно и медленно, полностью контролируя машину. Ведь каждая ошибка в горах может обойтись очень дорого. Мы находимся в цирке горы Аштен. Это, скажем так, наш учебный класс. Вот внизу стоят студенты-курсанты, по склону, на котором мы сейчас сидим, размечена трасса, вот, и студенты отрабатывают несколько упражнений. Вот, собственно, интересно что? То, что можно наглядно увидеть, как паркуется снегоход на склоне, вот склон, на котором мы сидим, имеет примерно 40-45 градусов крутизны, и, в общем, ничего сверхъестественного в этом нету, да? Горный снегоход при должном навыке совершенно свободно заезжает на такие гораздо более крутые склоны, может здесь быть остановлен, развернут, повернут, то есть человек может подъехать, забраться куда-то выше, ниже, остановиться, пофотографироваться. Короче, самая главная прелесть горного снегохода заключается в том, что он единственный, пожалуй, ну, ещё, наверное, вертолёт, даёт такую свободу движения. Как только появились горные снегоходы, и мы устали ездить по равнению, нам показалось то, что мы можем ездить в горах. И вот это показалось, именно так и было. Собственно говоря, основная идея школы и идеология школы заключается в том, чтобы не воспитывать команду для выступления на экстрим-играх, а для очень широкого круга публики, для людей, которые, в общем-то, уже вкусили жизнь и поняли ценность своей жизни, и не хотят сильно рисковать, а хотят при этом получать экстремальное удовольствие, назовём это так, при этом оставаясь в безопасности. Сейчас включить надо бипер на поиск. Сейчас происходит ежедневная обязательная программа, это условный поиск пострадавшего под лавиной. Сейчас ребята достали биперы, лавинные датчики, обнаружили по радиосигналу примерное местоположение пострадавшего, и сейчас вот собирают щупы, будут прокалывать снег и выкапывать пострадавшего. Это очень важное упражнение, поскольку ситуация может произойти любая, даже самый безобидный склон может спустить лавину, и, в общем, никто от этого не застрахован, поэтому эта тренировка одна из самых главных. Шанс на выживание максимальный у человека под лавиной – это первые 10 минут, поэтому всё это должно быть сделано не только слаженно, но и, главное, быстро. Зачёт! Можно сказать, что школа обучает не только горные изделия на снегоходах, но и на лопатах. Как сказали парни, когда мы с вами приехали, мы думали, что мы умеем кататься на снегоходах, но оказалось, что нет. Это отличный показатель качества обучения в любой горной школе, и в этой в частности. Сейчас у ребят идёт экзамен, они, я надеюсь, все получат сертификаты об успешном прохождении этого курса. Ну что же, остаётся пожелать им удачи. Это был Павел Курлапов, программа «Два колеса», ещё погоняем!